Ты в Уганск какой? Тот или другое? Ну, значит, из России. Рептилоиды? Прикинь, купили Киев. А сейчас завоевали. Я с... Тудой-сюдой. Из телевизора. Ты что пьешь сегодня, хорошее? Архангельская водка и пельмени. Здравствуйте. Привет. Что новости читаете? Я сам буду из Луганска. Привет, Луганска. Ты в Уганск какой? Тот или другое? Настоящий который? Ну, значит, из России. Что? А то там... Ну, значит, из России. С каких делов? С чего бы вдруг? На Луганску, Россия. Кто такой сказал? Люди. Какие? Путин? Нет. В очках другие и большие. Такие вот такие большие. И все. И сказали. Рептилоиды? Да. Из мирового правительства? Могли. Ну, смотри, подожди. Но ведь если город оккупирован, это же не означает, что это Россия? Но когда-то Луганск был оккупирован гитлеровской Германией. Это же не означало, что в те годы Луганск был Германией. Типа, ты откуда? Я из Луганск. А какой сейчас год? 42-й. А, так ты из Германии. Когда-то и Киев купили. Прикинь, купили Киев. Он был туда же оккупирован. Взяли денег, запотели и купили. Чего кашляешь-то? Ну и все. Ты у тебя сейчас в мастерской? Ты в кухне или это у тебя в мастерской? Ты чинишь микроволновки? Кофе. Купчая в Москве лежит. Купчая в Москве лежит. Говорю, это у тебя в мастерской или кухня? Потому что похоже на мастерскую. У поляков купили, кстати. Ты умеешь чинить бытовые приборы? Киев у поляков купили. Ты умеешь чинить бытовые приборы? Когда-то был Киев город. А сейчас туда-сюда завоевали. Прикинь. Ты умеешь чинить бытовые приборы? Тогда купили. Войну не хотели. Опять же. Ни ченики. А взяли, купили. А сейчас завоевали. У тебя кроме этой мысли, кроме этой мысли еще какие-то в голову приходят иногда. А какие бытовые приборы я должен уметь учить? Не учи, чинить, чинить. Ты не пробовал никогда чинить? Чинить. Чинить. Да. Но если что-то поломалось, чинишь. А ты пробовал варить? Что-нибудь поломалось, а ты заваришь. Ты сварщик? А ты чинильчик бытовых приборов? Немножко, да. Смотри. У тебя где-то... А зачем ты мне, а зачем ты мне туда и сюда это кашляешь? Ты, если ты умеешь... Я специально тебе пытаюсь объяснить, что у тебя либо с одной стороны, вот где-то из виска, либо с другой протекло. Надо было тогда заваривать сразу. Или если ты умеешь чинить, там надо было внутри там починить, проводки. Ну хотя бы там зачистить, хоть скрутил бы вот так, если там хотя бы какая-то мысль была, ты бы скрутил. А нам бы там, возможно, и осталось. А так все вытекло. Заваривать надо было. Ну как же ты? Ну ты же сварщик, ты же знаешь. Техника изучал, ты слышишь, полдурок. Ну... Пятерка у меня. Почем, электротехники. Моя электротехники. Закон Ома, знаешь, для участка цепи? Тудой-сюдой и все. Закон Ома для участка цепи, знаешь? Я тудой-сюдой. Есть такой закон. Тудой-сюдой, тудой-сюдой. Вот все. Ты архангельскую водку пьешь? Ну да. Тебе не нравится? Архангельская водка? Тебе что, да? Хорошо, единственное. А чем закусываешь ты архангельскую водку? Пельмени. Архангельская водка и пельмени. Какая красота. Пропаганду включаешь? Поверить всему, чему хочешь вообще. Что угодно. Ты чуть не засосал сейчас менять в себя. Ты что? Прекращай. Выключай. Че? Да ничего. Скучная штука, че-то ли-то, правда? Не понимаю Игоря Лапина, пишите. Присягу давал, не мог не давать. В члены КПСС вступал, бо советский офицер после военного училища не мог быть не членом. Что тут такого? Присягу народу Украины дал в таком-то году при вступлении в вооруженные силы Украины. Из КПСС выходил, не выходил в результате прекращения существования такой организации. Военные и партийные билеты валяются где-то как исторический артефакт. И все. А тут прям истерика. Я так к вопросу, возвращаясь к напечатанному, про мои вопросы к Игорю Лапину. Я с вами согласен. Я как раз и задал прямые простые вопросы. Я задал прямой простой вопрос. Игорь, ты давал присягу на верность Советскому Союзу. Это факт, ты служил в Советской Армии. Логично. Но если ты в 92-м году окончил высшее военно-политическое училище, которое сегодня называется высшее училище КГБ или институт КГБ, как это там называется? ФСБ. Ты давал присягу в 92-м году, когда выпускался в России присягу на верность России или не давал? И если ты учился в военно-политическом училище, ты был членом коммунистической партии, коммунистом или не был? Ну да, не был. Я не знаю. Я спросил. Задал вопрос. Там такая истерика. Мы сейчас про это поговорим. Я, честно говоря, не понял, что... Он обзывает лугандонами. Сектой. Обезваты лугандонами людей целого региона. Это прихильники в думок, поглядей Андрея. Это не выглядит извольнением страны и с большей врагой. Это и суть. Прихильники образ Лапина выглядят благодаря тому не лучше тех, кто поддерживает расистскую агрессию, потому что у них те же самые методы. Вот и я про это же говорю. Это печально. Это плохо, к сожалению. Они так же не любят ответить на вопросы, тем больше не они зручны. Чем больше брехни, тем каждое наступное запутание стает неприемным, потому что много лицемирства та заявы проторечить одни-одни в усих упоротых. Вот русские себя так ведут. Только вопросом задаешь неудобный. Все, сразу то. Пишет, в комментарии пишут, нельзя порядочному коммунисту и бывшему защитнику России Лапину задавать такие вопросы. Судя по реакции, то он все подтвердил. Дело не в том, что что-то у него было в прошлом, но его агрессивная реакция многим говорит. Да, я смотрел, вот мне мне скинули офицер. Все повинні понять, что очень много рисков множественного гражданства для Украины. И нам нужно за это делать. Так, пан Владислав, смотрите, я сейчас хочу, друзья, я честно говорю, я не собираюсь влазить в полемику, набегает сектор Луганский. Значит, за какую брехню? Вы уже извинялись перед Луганским? Я, офицер Збройных сил Украины, маю извиняться перед ухилянтом и сциконом. Нужно извиниться перед зрителями, не передо мной, а в целом перед зрителями за брехню, за ту ложь, клевету, вранье, брехню и пиздеж, который ты в прямом эфире, выливая ведры какой-то неправды, просто ведра вранья, льешь на людей и на меня. Вот, это же в стримах есть, и эти кусочки есть, в прямом эфире. Ты рассказываешь том, что я нарушил закон, ты лезешь в семью, к семье, угрожаешь встретиться со мной, и я знаю, где ты живешь, мы встретимся, и ты посмотрю, в какую жопу засунешь свой взгляд или свои взгляды, свой погляд, еще свои погляды, я так и не понял. И да, офицер вооруженных сил Украины не может себе позволить вранье, брехню, пиздеж, откровенный, нельзя врать, людям нужно говорить правду, а если ты соврал, извинись, в этом ничего нет, того, что нарушает твою честь и достоинство. Извиниться за то, что у тебя была неправдивая информация, возможно, ты неправильно что-то неверно интерпретировал, неправильно понял, или тебе передали неправильную информацию, но в любом случае перед зрителями за неправду нужно извиниться, не может офицер вооруженных сил Украины врать, клеветать, говорить неправду, пиздеть в прямом эфире, потому что я не нарушал никакой закон, лезть в мою семью нельзя, не нужно, тебя это не касается, это не твое дело, и плюс к этому ты утверждаешь в прямом эфире, что я нарушал закон, я не нарушал закон, и если у тебя нет доказательств этому, то ты врун, брехун, клеветник, пиздун, и назовите еще там какие есть синонимы к этому слову, вот и все, за неправду, за вранье, перед кем я должен извиняться, перед зрителями ты должен извиниться, а за мою какую брехню, в чем я соврал, ну сделай, смотри, вот Луганский сделал такое-то заявление, и здесь он врет, вот здесь, и здесь он сказал неправду, окей, я отвечу тебе конкретно по пунктам, где я сказал неправду, это ведь напоминает ровно те годы чат-рулетки, где Луганский врет, конечно же, постоянно, в чем конкретно сейчас я не помню, но такое ощущение, что врет постоянно и всегда, но сейчас, вот я не буду сейчас вам конкретно говорить, в чем, но так же нельзя, юрист еще при этом, мама дорогая, стыдоба, пане Владислава, ну напишите на меня, за что, ему кто-то погрожил, а не видео моих погроз, я показывал в предыдущем стриме, если ты угрожаешь найти меня, и я знаю, где ты живешь, и я посмотрю, в какую жопу ты засунешь свои взгляды при встрече, а при этом сказать, что это не угрозы, то нет, Игорь, это прямые угрозы, мы с тобой встретимся с глазу на глаз, и я посмотрю, как ты в жопу засунешься, то это угрозы, и это ты только не думаешь, что это угрозы, это угрозы, если ты черный будешь называть белым, оно от этого белым не становится, если прямые угрозы физического воздействия расправы при личной встрече не считать угрозами, типа сказать, что это не угроза, то нет, это угрозы, Я чипал его семью, то я его семью-то не знаю, А чего ж ты тогда распространяешь неправдивую информацию, или вообще любую информацию про мою семью, если ты не владеешь этой информацией, не лезь в мою семью, моя постель, моя спальня, мой дом, моя семья, мое жилище не касаются тебя, если ты хочешь критиковать и атаковать меня, атакуй мои слова и мои идеи, семью трогать нельзя, это запрещено всеми правилами политической борьбы, всегда, во все времена, не трогай семью, не лезь, и если ты не знаешь ничего про семью, то и рот свой не открывай, и не давай людям информацию непроверенного характера, и в целом, если у тебя есть хоть какая-то информация про семью, ее нельзя распространять, это тебя не касается, это не твое дело, понятно? Это самая удобная позиция, куда сложнее дать простой, прямой ответ на вопросы, которые и я в том числе задаю, и люди тебе задают, уже сто вопросов пришло, так ты ответь на них, я задал простой вопрос, ты коммунистом был или не был, ты вступал добровольно в ряды коммунистической партии Советского Союза или нет, а если вступал, то написал ли ты заявление про выход, или до сих пор считаешься коммунистом, что такого в этом вопросе, что ты так возбудился? Ты чего так нервничаешь на простой прямой вопрос? Ты был коммунистом или нет? И я не буду это обсуждать. Так ты скажи, не был коммунистом, не вступал, ведь я, лично я, не утверждаю, что ты был коммунистом и не утверждаю, что ты и сейчас им являешься, но Игорь, судя по твоей реакции, что-то как-то, оно что-то как-то не то, согласись, чего ты так раз нервничаешься? Был коммунистом? Скажи, был, вышел из партии. Не был? Скажи, не был. А то история напоминает мне историю Ирины Фарион, которая говорила, орлицы не звитуют перед гиенами. Когда ей ставили запитание, в ней запитывала, что была она, членки нею коммунистической партии. И потом выявилось, что была, понимаете? Игорь, на простые прямые вопросы дай прямые ответы. Ты давал присягу на верность Российской Федерации в 92-м году при выпуске из военно-политического училища в России, в Кургане, или нет? Сегодня это институт КГБ, ФСБ. Ну скажи, да, давал присягу, но потом присягнул вооруженным силам. Ну, простой вопрос, что-то сложного. Ты присягу давал на верность России, или нет? Скажи, нет, не давал. Или скажи, да, давал, но потом передумал, присягу Советскому Союзу отменилось, потому что Советского Союза нет, потом Россию подумал, подумал, передумал, приехал в Украину, дал присягу народу Украине и этой присяге верен. Что сложного в таких вопросах? Просто ты так сильно нервничаешь, видимо, именно потому, что вопросы я задал как раз те самые неудобные и болючие. Я такие делаю выводы. Иначе бы ты по две минуты не рассказывал бы людям ответ, не объяснял бы, а потом скажет, да иди ты нахер, короче, я тебя забаню. Почему? А я кажу відверто, я не присвячую своё життя, я не переглядаю стримы беглых, сикунів, тих, які парафинять моих побратимів, того ж самого Лёшу Петрова, ті, які не виходять за акціями протесту під російське посольство, а сидять собі тихенько, гризуть свою морквинку. І, як ты знаешь, в мене в знайомих є така собачка, чихуахуа, така маленько-маленько, і вона, то знає, тут спід стула вилазить і дзявкає, а потім назад хувається під стіл. Ну, то якщо, там ж людина сказала, вроде би, що збирається в суд подати. Так не будь балаболом, возьми подай в суд. Вот і все. І запам'ятайте раз і назавжди, такі як я не погрожую. Ні, ніколи. Я ніколи нікому не погрожую. Це неправда. В своєм стрімі ти прямо мені угрожав. Причем, що интересно, така дуже інтересна штука в цих всіх разоблаченнях Луганського. Вот ці всі разоблачення, такі інтересні. Ми тебе разоблачимо, Луганський. Оказывається, ми тебе де-то видели, там в якій-то країні. Ми знаємо, де ти живеш. Ви мене видели в супермаркете. Оказывається, я покупаю продукти. Ну да, я, представляєте, хожу в магазин, как все люди. І у мене нет тех отдельних людей, які б покупали вместо мене продукти і носили б тяжелі сумки. Представляєте? І да, я можу ходити по улицам. Представляєте? Он живет. Ви мене все пытаєтесь уличить в тому, що я живой человек. Да, я живой человек. І представьте, що якщо я зараз в стримі, в прямому ефірі, от мої руки, ноги, от моя голова, от я говорю щось, значить, що я щось кушаю. І, значить, я де-то сплю. Значить, у мене є якщо жилище, в якому є кровать, на якій я сплю. Ви мене все в чем упрекаєте? В тому, що я до сих пор живой? Але, звичайно, у мене ще плани на життя. Знаєте, які? Ого, я ще всіх переживу. Да, я де-то живу. Да, я де-то хожу по улицам. Але ведь все эти разоблачения всегда каких-то коррупціонерів, каких-то нечестних на руку депутатів, каких-то там нечестних, я не знаю, там, военкомів, заключається в следующем. Смотрите, у нього є недвижимость. За які деньги он її купив? Там-то, там-то, вот документи. У нього вот такие вот машини. Он жене подарил часы хубло, я в глаза их не видел никогда. Ну, покажіть, типа, смотрите, видели, какие он деньжищи тратить налево и направо? У нього только в одних биткоинах там 100 тисяч миллионов долларов лежит. И вот доказательства. Тогда это разоблачение. Ну, тогда, то есть, когда у тебя не соответствуют твои расходы твоим доходом. Типа, а где ты деньги взял, Луганский? Почему у тебя 16 квартир, 8 вил? Откуда у тебя такая дорогая машина? Откуда у тебя слуги? Откуда? Ну, я не знаю, что и что там еще. В чем еще вы можете меня упрекнуть? В том, что я живой человек? Типа, я же знаю, где ты живешь. Я нигде не живу. Игорь, в очередной раз заявил, я без определенного места жительства. Есть те места, квартиры, где я ночую, где я временно живу. И эти квартиры, они мне не принадлежат и не принадлежали. Я их не покупал, у меня нет денег на это жилье. И нет никакой возможности. Сегодня я арендую квартиру здесь, завтра там. Сегодня это один город, завтра другой. И если мы говорим про страны, ровно то же самое. Это никак не зависит от того, где я нахожусь, то, что я говорю. Критикуй мне, меня, критикуй, мои идеи, мои слова. А не то, что я существую в целом, что я хожу в супермаркеты и, знаете, я вам завтра о следующем стриме расскажу, где конкретно он живет. И что? Где я конкретно живу сегодня? Или где я конкретно себе виллу купил? Но вы различаете свои расследования с каким-то разоблачением коррупционными какие-то и блогер. И если тебе не интересны мои стримы, и если тебя не интересует моя позиция, и тебя не интересует, что я говорю, тогда не упоминай меня в своих стримах. Не определяй мне так много внимания. Не уделяй это драгоценное время в своих стримах. Но тебя раздражают эти вопросы. Тебя бомбит весь эфир от вопросов людей. Ты сидишь вот так вот, вот такими, вот такими. Ты посмотри хоть свой стрим со стороны. Вот такие вот глаза и такой вот сука, вот сука. Это все секта Луганского пришла. Это все боты. Хмм, такой и читает вот так ты просто ответь на вопрос. Был коммунистом или не был? За брехню будешь извиняться или нет? Перед зрителями будешь извиняться за угрозы или нет? Я не угрожал. Да как же ты не угрожал, если угрожал? Ответь, ты давал присягу России или нет? И люди будут у тебя эти вопросы снова задавать, тебе будут их приходить и спрашивать на стриме. Ты не перебанишь всех. Люди будут приходить и спрашивать, ты был коммунистом или нет? Это секта Андрюша Луганска. Это потому, что вы правду ненавидите. А это и есть совок. Совок это вранье. Совок это бесконечные угрозы, поиски врагов народа, репрессии и вот это все, что с этим связано. Это совок, вспоминая присягу Советскому Союзу. Может, ты ей не изменял никогда? Как ты к этому относишься? А? Интересный же вопрос. Лугаботы. Той, кто погрожает, никогда ничего не сделает. А той, кто не погрожает, а собирается что-то сделать, то он прийдет и сделает. Поэтому не считаю что-то необходимое даже что-то говорить в этом контексте. Почему-то ты в одном стриме считаешь что-то необходимое говорить в этом контексте, погрожаючи мне расправой, а в других стримах не считаешь за потребность. Ты определись, Игорь. Тебе сложно просто. Просто ты попал в такую вилку, когда офицер Вооруженных сил Украины угрожает гражданскому блогеру физической расправой, а это дискредитирует сами Вооруженные силы Украины. И тебе неудобно сейчас выйти из этой ситуации. Ты же не можешь дать заднюю, как советский офицер, потому что советский офицер заднюю не дает, не включает. Как это так? А надо бы, надо бы, чтобы не дискредитировать Вооруженные силы, надо дезавуировать свое заявление по поводу угроз. Вот и все. Тому ця брехня и за брехню давать ей право на проживание, на дискуссии не буду. Просто буду банить и посылать нахер за русским кораблем разом с цикливым вот этим чихуахуа. Сравнить человека с собакой это, конечно, шикарная аналогия. Просто именно, да, вот собака, человек и собака. Супер. Скотный двор какой-то получается. Нет, Игорь, это неправильно. Так не должно быть. Это не совсем правильно. Вот получается, что если ты порядочный коммунист и бывший защитник России, ну тогда, видимо, сходится. Видимо, вопросы я задал болючие, да, Игорь? Ответить на них сложно. Я тебя понимаю. Со мной тяжело. И мне и самому-то с собой тяжело, поверь. Но как-то надо как-то выходить из этой ситуации. Найди контакт и свяжись, мы поговорим. С большой натяжкой зрителей канала можно назвать сектой здравого смысла. Хотя секта мне лично не очень нравится. Скорее всего, сообщество здравого смысла. Мне тоже не нравится слово секта. Слово секта имеет какой-то негативный вообще оттенок и как-то вообще мне не нравится слово секта. Я бы предпочел его не использовать. Меня раздражает это слово, поэтому нет. Скорее всего, клуб какой-то, сообщество здравого смысла. Тут вот с этим я согласен.